Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Что удивило гитлеровских генералов после нападения на СССР?». На Западе всегда считали русских варварами, которые ходили в меховых шапках, прикрывались шкурой медведя и ели свинину тоннами. Причем такой образ сложился аж с глубокой древности. Русских уважали и боялись. Недаром Гитлер постарался заключить со Сталином пакт о ненападении в 1939 году, так как он боялся, что не выдержит войны сразу на два фронта. Но когда Европа за какие-то два года сдалась, немецкие генералы обратили свой взор на богатый ресурсами СССР и плевать они хотели на тот пакт, рассчитывая разобраться с варварами уже к осени 1941 года. Немецкие пропагандисты на каждом углу твердили, что цивилизованные и высокотехнологичные Германии совершенно не стоит опасаться русских. Они ведь низшая раса, варвары, которые не имеют культуры, не ведают о боге. Если уж их большевики и НКВД плетьми и угрозами заставляют строить непонятный новый мир и те безропотно строят, то немцы точно справятся. Но все мифы быстренько развеялись, как только германская армия перешла границу. Что же удивило немецких военных в СССР? Почему они зауважали советский народ? В июне 1941 года германское командование пребывало в полнейшей уверенности, что вермахт сможет победить Красную армию в течение трех месяцев. Эта уверенность была связана с опытом успешных военных компаний в Европе. Такое государство, как Франция, сдалось за один месяц и 12 дней. Польша за 27 дней. На завоевание Дании фашистам потребовалось всего 6 дней. А в СССР один только дом Павлова, что в Сталинграде продержался 58 дней. Кроме того, немцы знали о трудностях, с которыми столкнулись советские войска во время советско-финской войны, хотя и победили финнов. Однако уже в первые дни боевых действий гитлеровцы поняли, что эта война будет отличаться от их прежних успехов. В первый же месяц военных действий немецкие генералы были неприятно удивлены стойкостью советских войск. В июне 1941 года они поделились с главнокомандующими в сводках своими выводами о боевых действиях против Красной армии. Эти выводы уже на самых первых порах оказывались весьма неутешительными для немцев. Гитлеровские генералы осознали, что ввязались в самую сложную военную кампанию, но повернуть время вспять невозможно, придется идти до конца, победить или погибнуть. Доктор исторических наук из Израиля Бенцуон Индитский в своем блоге «Страница истории» на площадке Квора привел высказывания немецких генералов по поводу того, что их удивило в России. А также расскажу о впечатлениях, которые привезли в Германию выжившие немецкие солдаты. Для начала хотелось бы привести немного цифр. Итак, вот что пишет Индитский, ссылаясь на статистику. Советы сокрушили самую грозную военную машину из всех существовавших и спасли мир от нацизма. 85% нацистских вооруженных сил сражались на Восточном фронте. 4 из 5 немецких солдат были убиты в России, 6 из 7 немецких танков были уничтожены на русской земле и 6 из 7 немецких боевых самолетов были сбиты над Россией. Разумеется, до войны с Советским Союзом высокотехнологичные и полностью укомплектованные всяческими видами оружия немцы не могли и предположить, что такое может произойти. В июле 1941 года фельдмаршал Вальтер фон Браухич написал о русских. «Это первый наш серьезный противник. Он был поражен яростным сопротивлением советских солдат не только в Брестской крепости и на других рубежах. Красноармейцы были готовы взорвать себя в доте, тем самым унести жизни еще нескольких нацистов. Фельдмаршал также был неприятно удивлен, что любые природные помехи для красноармейцев не проблема. Советские солдаты умеют маневрировать и ночью, и в тумане, они способны сражаться и в дождь, и под утро, когда везде лежит роса, ползти брюхом по земле, вязнуть в болотах». Фельдмаршал фон Браухич получил большие награды за успешно проведенные французскую и польскую кампании. Он – уважаемый немцами полководец, который еще в Первой мировой стал майором. Успешный командир, который уйдет с арены сражений после битвы под Москвой, его отправят в кадровый резерв в декабре 1941 года. Зато он доживет до конца войны. Правда, бывшего фельдмаршала арестуют союзники и отправят в мюнстерский лагерь для военнопленных. Умрет этот человек в госпитале в 1948 году, но всегда до самого конца своей жизни будет говорить, что не стоило Германии связываться с Советским Союзом. Даже сам Йозеф Геббельс, известный своими вдохновляющими речами, в которых он всегда находил нужные слова, в начале войны признавался. Упорство, с которым советские солдаты защищались в Севастополе, можно сравнить с определенным животным инстинктом. Было бы ошибкой считать его следствием убеждений большевиков. Русский народ всегда был таким и, вероятно, всегда таким и останется. Первое, что поразило немцев, когда они ворвались в Советский Союз, это техника Красной Армии и боевой дух солдат. Начальник штаба командования Люфтваффе генерал Гофман фон Вальдау писал о том, что уровень пилотов в Советской России оказался гораздо выше, чем они ожидали. Кроме того, народное сопротивление не соответствовало представлениям немцев о русских. Советские пилоты сражались самоотверженно, даже если не было никакой уже надежды на победу. Особенно сильное удивление у немцев вызвали защитники Брестской крепости, которую, как вспоминали сами военачальники, защищали пограничники и женщины. Почти все они погибли, но не сдались. В своей книге «Танковые сражения» генерал Фридрих фон Мелентин писал, что для русских не существовало препятствий. Они чувствовали себя как дома в болотах, дебрях, топях и степях. Русский солдат был способен переправляться через широкие реки на самодельных плотах и везде прокладывать дороги. За несколько дней они могли построить гати через непроходимые болота. Русские солдаты отчаянно сражались за каждый клочок земли, не отступая ни на шаг. Они цеплялись за каждый бугорок и дрались за каждый камень. Особенно тяжело было в ночных боях, когда видимость была ограничена. Но они не отступали. Фон Мелентин восхищался советскими солдатами. Европейцы всегда были уверены, что в России люди живут в нищете, особенно после прихода советской власти, когда у народа отобрали частную собственность. Одеваются в шкуры медведей, едят постную похлебку и будут рады приходу немецкой цивилизации. Однако на проверку это тоже оказалось мифом. Когда оккупанты пришли на земли Советского Союза, они увидели, что народ, населяющий эти земли, не выглядит истощенным и не страдает от голода. Напротив, у местных жителей были здоровые и крепкие тела. У них толстые щеки и они жили хорошо, удивлялись немцы. Они относились к русским как к скоту и придирчиво осматривали их, ища признаки слабости. Особенно их удивили зубы женщин. Они, видимо, уделяют зубам много внимания. У нас такого нет, писал один из медиков. Архитектор Рудольф Волтерс, который работал на оккупированной территории, уже был давно знаком с жизнью в России. Он принимал участие в индустриализации страны в начале 1930-х годов. И в своих некоторых некоторые части тела были сильно развиты. Вероятно, он имел в виду пышные формы селянок Краснодарского края, о которых ходили слухи, что они едят много семечек подсолнуха, богатых витаминами. Также немцев удивляла чистоплотность русских и их стремление украсить свое жилище. В домах люди обходились пусть не такой богатой мебелью, как у немцев, зато она была добротной. Видно было, что русские следили за ней и вовремя чинили. Особо немцы отмечали умение солдат находить правильные решения в любых ситуациях, а также их хитрость. 29 июня 1941 года глава штаба Люфтвафф и генерал-майор Отто Хоффман фон Вальдау написал в своем дневнике «Уровень советских летчиков оказался значительно выше того, что мы ожидали. Ожесточенное сопротивление по всем фронтам разбивает в дребезги все наши первоначальные предположения. Потери немецкой авиации были огромными. Только в первый день войны с Советским Союзом, 22 июня 1941 года, Люфтваффы потеряли 300 самолетов, что было намного выше показателей всего 1940 года. Советские летчики-истребители пугали немцев своими таранами. В безвыходной ситуации истребители не сдавались, а с готовностью жертвовали собой. Немцы тогда впервые осознали, что в воздухе есть кто-то, кого стоит бояться. Красноармейцы использовали различные хитрости, чтобы деморализовать врага. Они часто притворялись сдающимися в плен, поднимали руки. Но как только немцы подходили ближе, оказывалось, что это засада, и полумертвые красноармейцы открывали огонь. Раненые также часто притворялись погибшими, и как только гитлеровцы проходили через мертвых, они поднимались и стреляли врагам в спину с тыла. Что поражало фашистов во всем этом? Героизм советского народа. Люди охотно жертвовали собой, чтобы лишить жизни захватчиков. Другой раненый или попавший в окружение боец, возможно, боролся бы за свою жизнь. Но красноармейцы предпочитали умереть, но забрать с собой несколько немецких жизней. Также немцы были неприятно удивлены мужеством советских женщин. Они часто бросались на врага с оружием в руках и вдохновляли своих мужчин на подвиги. Генералы пехоты Гюнтера Блюментрита шокировали отличие русских от других западных солдат. Главная особенность русских, как потом вспоминал генерал, что они очень опасны, когда терпят поражение. Если сравнивать, например, с поляками или другими европейцами, то когда они терпят поражение, то сдаются, они не стремятся сопротивляться. А вот у русских словно открывается второе дыхание. Они начинают бороться в три раза сильнее. Особенно страшными были русские в рукопашном бою. Таких потерь, как от побежденных советских частей в окружении, немцы не несли больше нигде. Гитлеровская пропаганда называла русских людьми, которые могут выполнять только неквалифицированную работу, убирать навоз, работать на полях, носить камни и тому подобное. Однако нацисты были удивлены, узнав, что многие русские имеют высшее образование и превосходят в этом немцев. Неграмотных среди них оказалось совсем немного. Гитлеровские генералы докладывали, что русские хорошо разбираются в технике и могут устранить неполадки с помощью простых инструментов. Они справлялись даже в тех случаях, когда немцы не знали, что и предпринять. Многие русские владели немецким языком, который изучали тогда в том числе и в сельских школах. Удивляло немцев и количество студентов, учащихся в России, а также их навыки. Некоторые девушки разговаривали на нескольких языках, играли на пианино и знали немецкую литературу, читали Гёте и играли Баха. А высокая мораль девушек и женщин в России вообще шокировала немецких мужчин. Ведь в их стране часто практиковали близости без брака. В Бреслау на фабрике кинопленки Вольфан был проведен медосмотр девушек в возрасте 17-29 лет. Оказалось, что 90% из них были девственницами. Немцы считали, что это хорошо характеризует русских мужчин, которые уважают своих женщин. Также они отмечали, что когда на работы сгоняли мужчин и женщин из разных сел, никто не распутничал и не строил глазки. Дети, рождавшиеся у работников, появлялись, как правило, в браке. Еще захватчиков удивляли родственные чувства, которые русские испытывали по отношению к близким. Им была непонятна потребность наших людей постоянно писать друг другу письма, фотографироваться вместе, отсылать карточки родным и дарить подарки. Многие немецкие солдаты пришли в страну советов с убеждением, что в России нет религии. Однако очень скоро убедились в обратном. У большинства астербайтеров, людей, вывезенных на принудительные работы в Германию, на шее висели нательные крестики, а некоторые даже носили образки. Почти все они были глубоко религиозными людьми, молились и отмечали христианские праздники. Странно для страны, в которой царил атеизм. На Рождество, правда, оно отмечалось в январе, русские наряжали елку и пели церковные песни. По данным Федерального архива Германии в Клобенце, астербайтеры в Бреслау указывали свою принадлежность к русской православной церкви. А в лагере работников в Вердене появилась христианская община, где верующие собирались для совместных молитв. А ведь нацисты, придя в СССР, ожидали увидеть запуганное население, боящееся НКВД. Однако выяснилось, что большинство русских не боятся большевиков. У многих и вовсе не было родных или друзей, которые пострадали от репрессий. А ведь пропагандисты так пели, что каждый второй житель Советского Союза чуть ли не сам побывал в сталинских лагерях. Больше всего немцев поразило сочувствие, которое проявляло к ним население в конце войны. Еще вчера гитлеровцы издевались над русскими, а сегодня худенькая старушка уже кормит пленного немца, жалостливо отдавая ему часть своей еды. Об этом вспоминала военная переводчица Елена Ржевская. Переводчица также рассказала про случай, когда в деревне Лыскова хозяйка накормила пленника, сказав, что ей жалко не его, а его мать, которая родила и вырастила такого детину себе и другим на мучение. Солдат был поражен до глубины души. Даже когда пленных немцев провели парадом побежденных через Москву летом 1944 года, это не вызвало злорадства у советских людей. Наоборот, москвичи, женщины и дети как будто онемели. Кто-то из женщин плакал, некоторые просто смотрели на пленников с сочувствием, а были и те, кто передавал им еду. Все эти детали и подробности невероятно сильно удивили гитлеровских генералов и солдат. Они-то думали до нападения на СССР, что русские совсем другие. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.